У ЕГЭ экватор, половина экзаменов позади. В пятницу школьники региона сдают обязательный предмет – русский язык. А в этой аудитории за ними неусыпно следят 10 наблюдателей. На базе Ивановского государственного университета открыт ситуационный центр мониторинга хода ЕГЭ. У нас оборудован компьютерный класс с 10 компьютерами, где обеспечен выход в интернет. И студенты могут наблюдать за ходом проведения экзамена в любом пункте, в котором в этот день проходит экзамен. Более того, интересно, что те метки, то есть нарушения, которые видят студенты, одновременно их могут также и увидеть организатор в пункте проведения экзамена, что позволит максимально быстро их устранить. В онлайн-режиме можно указать на нарушения. Например, школьник воспользовался шпаргалкой или телефоном. Каждый наблюдатель может заглянуть в пункт проведения ЕГЭ с двух камер. Всего на мониторе отображено 6 аудиторий. Система сама распределяет, за какой школой смотреть. Случайная выборка. Здесь онлайн-наблюдение. То есть я не знаю, в какой школе я наблюдаю. Могу тоже добавить, допустим, нарушения. Могу включить другую камеру. То есть я полностью наблюдаю за всем процессом проведения ЕГЭ. Понаблюдать за экзаменом по русскому языку смог и губернатор Павел Коньков. Главе региона рассказали, что наблюдателями в этом году стали 60 студентов. Все они прошли специальное обучение и отлично знают, что допустимо в пунктах ЕГЭ, а что нет. Если у него возникли какие-то вопросы, ему нужно выйти в медкабинет или в уборную, он должен поднять руку, к нему должен подойти организатор, подвести его к двери. А там его встретит уже другой организатор, отвечающий за проход. То есть вот эта система, она тоже обеспечивает, чтобы... Мы снаружи, что происходит, не видим, только в кабинетах. И в штабе проведения. Высказал губернатор и свое мнение по поводу ЕГЭ. Система он считает правильной и логичной. Личные отношения педагог-ученик больше не влияют на результат. А что касается тотального контроля, еще пару лет и он станет делом привычным. Те, кто сдают ЕГЭ, они этой комнаты не видят. И вот какое-то реальное давление на них, вот такой контроль, он оказать не может. В переходный период стрессов было достаточно много. Но мы с другой стороны давно понимаем, что, наверное, это более условная психологическая процедура, чем традиционные экзамены, которые были раньше. Но с другой стороны, сегодня наши студенты избавляются от вступительных экзаменов в ВУЗы. То есть фактически два экзамена заменены на один. Все наблюдатели-студенты могут мониторить ЕГЭ не только институционного центра. Им разрешено и присутствовать в самих пунктах проведения экзамена.